Я для начала представлюсь. Меня зовут Михаил Походай. Я являюсь аспирантом первого года обучения научно-исследовательского института Высшей школы экономики. Занимаюсь я по программе психофизиология, то есть я занимаюсь всем, что связано с психологией, взаимодействие ее с мозгом. Немного о себе. Я получил магистратуру в университете Нортумбри города Нью-Кассел в Великобритании. Там я провел 4 года, то есть 3 года бакалавра, год в магистратуре. И там я занимался психолингвистикой. И одной из методик, которые я использовал в своих исследованиях, был айтрекинг. И как раз о нем сегодня я бы хотел с вами поговорить. Значит, ну, наверное, все уже на таких лекториях бывали, и обычно в начале лектор говорит, можно ли задавать вопросы или нет. Я предпочитаю, когда мне вопросы задают по итогу. То есть если у вас будут возникать какие-то вопросы в процессе, сделайте себе пометку, потом у нас будет время отдельно ответить на вопросы, я вам на них постараюсь ответить. Айтрекинг, научный взгляд в глаза. Что такое методика айтрекинга, или по-русски окулография, и с чем ее едят, вот я вам сегодня постараюсь в эту получасовую лекцию вам все рассказать. Для начала небольшой план, о чем мы сегодня с вами поговорим. Начну я с краткого исторического экскурса, расскажу вообще, откуда айтрекинг берет свое начало, что это за методика. Затем мы с вами поговорим о основах околомоторного поведения, подразумевая, что происходит с глазами, как они двигаются, как это все называется. Затем я опишу оборудование, которое используется в окулографии, и в конце приведу примеры нескольких айтрекинговых исследований, которые, на мой взгляд, являются интересными примерами данной области исследования. Ну и в конце, как видите, будут временные вопросы. Ну что ж, давайте приступать. Люди испокон веков следят за глазами. Почему? Потому что глаза являются, наверное, самым важным источником информации об окружающем мире. Порядка 80% информации, которая обрабатывает ваш мозг, поступает именно из зрительной системы. И очевидно, что глаза являются, так называемым, дверью в эту систему. То есть вся информация, которую мы воспринимаем визуально, попадает к нам именно через глаза. И важно обратить внимание на то, что методика айтрекинг, как таковая, не существовала до конца 19 века. То есть фактически конкретно, что значит движение глаз, как они связаны с мыслительными процессами, как они связаны с психологией человека, люди не задавались этим вопросом до конца 19 века. До этого в основном всех интересовали какие вопросы. Как глаза работают, что происходит с глазами человека слепого, человека здорового. И на протяжении практически нескольких тысяч лет истории медицины глаза изучали только с точки зрения патологии и физиологии. Но что же произошло в конце 19 века? Почему конец 19 века считается таким отправным пунктом в методике айтрекинг? В конце 19 века в Париже в лаборатории Луи Эмиль Жаваля была проведена серия экспериментов, в которых он и его ученики изучали поведение глаз во время процесса чтения. И на что обратил Луи Эмиль Жаваль и его коллеги, на что они обратили внимание, на то, что во время чтения глаза двигаются не так, как предполагалось ранее. То есть до Жаваля считалось, что глаза двигаются плавно. То есть для аналогии можете себе представить, как телескоп двигается по ночному небу. Так считалось, что и раньше, что глаза плавно переплывают от одного объекта к другому. Но исследования Жаваля показали, что это абсолютно не так, и глаза двигаются чередой так называемых сакадо-фиксаций. Сакадо, сакадическое движение глаз, это баллистическое движение, то есть глаз фактически смещается и фиксируется на каком-то объекте. То есть сакадо — это баллистическое движение, фиксация — это остановка. Начиная с Луи Эмиль Жаваля, то есть как они вообще к этому выводу пришли? Во время чтения сидел специалист, так называемый ученый, который был самым первым, наверное, айтрекером. То есть первые методики айтрекинга заключались в наблюдении. То есть садился ученый, садился человек, читающий текст, и ученый просто следил за движениями глаз и записывал. На основе этого они пришли к выводу, что глаза делятся на сакадо-фиксации. Естественно, наблюдение со стороны — не самый лучший метод изучения движения глаз. И с различными технологическими разработками стали разрабатываться первые серьезные системы по наблюдению за движениями глаз. Одной из таких систем является неинвазивный айтрекер Доджа и Кляйна 1901 года. Вот если вы посмотрите, он на фотографии внизу представлен. По большому счету это был большой фотоаппарат. Дело в том, что раньше фотоаппараты, скажем так, имели достаточно долгую выдержку, и используя вот эту особенность древних фотоаппаратов, Доджа и Кляйн начали использовать это для записи движения глаз и для последующего их анализа. Далее в 1905 году Джуд Макаллистер и Стилл впервые начали использовать именно видеозапись движения глаз. То есть проблема была с айтрекером Доджа и Кляйна в том, что он, к сожалению, записывал движения глаз только горизонтальные. То есть вертикальных движений глаз он не мог регистрировать. Соответственно, это достаточно серьезное ограничение. Джуд Макаллистер и Стилл начали использовать для этого видеозапись. То есть движения глаз участника записывались на пленку и затем анализировались. Далее. То есть я не буду слишком долго останавливаться на истории, потому что на самом деле история в методике айтрекинга достаточно глубокая и очень много открытий, которые происходили за последние сто лет. Но на мой взгляд, самый важный из них — это в 1935 году работы Гая Томаса Бусвелла, которые были с большим интересом приняты в научных кругах, в которых он обратил внимание, что, оказывается, действительно глаза двигаются путем саката фиксации, но у всех людей почему-то они двигаются по-разному. Кто-то обращает внимание на один предмет, кто-то на другой. И предъявляя разным людям один и тот же стимул, Гай Томас Бусвелл обратил внимание, что глаза двигаются у всех по-разному. Стоит также, рассказывая про историю айтрекинга, обязательно стоит рассказать про Альфреда Ярбуса, нашего соотечественника, который в советское время, используя специально разработанный им же айтрекер, вот вы можете посмотреть справа с видеокамерами, он вывел такое понятие, как каноническое движение глаз при восприятии лица, то есть какие-то движения глаз у людей отличаются, какие-то движения глаз повторяются. И именно каноническое движение глаз, то, что вывел Ярбус, говорит нам о том, что изучая лицо человека, мы в основном фокусируемся на таком треугольнике, то есть между глазами и носом, такой перевернутый треугольник получается. Также Ярбус в своей монографии описывал эксперименты, в которых он доказал, что в зависимости от того, какая задача стоит перед человеком, меняются его движения глаз. Это может показаться достаточно очевидной вещью. Понятное дело, что если вам скажут, скажите, во что одет Михаил, вы на меня посмотрите, на мою кофту, на мои ботинки, если вам скажут, какого цвета глаза у Михаила, вы посмотрите мне в глаза. Но экспериментально до Ярбуса это никто не доказывал. Ну и самым, наверное, важным моментом в истории айтрекинга, на мой взгляд, являются 80-е годы, появление общедоступных персональных компьютеров, которые позволили глобально и значительно упростить процесс сбора и анализа данных. Потому что, чтобы вы понимали, представьте себе, что, допустим, Гай Томас Буссвелл в своих исследованиях протестировал порядка 100 человек. То есть он около 100 человек записал их движение глаз и потом скрупулезно их анализировал. Как этот процесс происходил? У вас есть, допустим, трехминутный видеоролик с записями движения глаз. Вы этот трехминутный ролик начинаете просматривать, и каждую секунду максимально точно вы записываете кадр за кадром, где находится глаз. С появлением компьютерных технологий это все появилась возможность компьютеризировать. То есть компьютер сам это записывал. И поэтому я считаю, что 80-е, вот они именно были этим технологическим прорывом, который позволили значительно сократить сложности этих экспериментов, упростить процесс анализа данных и перевести это в более систематизированный вид. Что ж, продолжим. Говоря об основах окуломоторного поведения, я бы хотел поговорить немного про физиологию глаза и про типы движений, которые вообще мы записываем, смотрим и анализируем. Ну, понятное дело, что окулография, айтрекинг изучает движение глаз. Естественно, полностью знать детальное строение глаза нам не обязательно в наших целях. Для нас важны несколько частей глаза. В первую очередь это роговица, это прозрачная структура, покрывающая радужку и зрачок. Для чего она нам важна, я вам расскажу уже немножечко позже в процессе, когда буду объяснять, по какому принципу записывается движение глаз. Также важно понимать, что такое зрачок. Ну, зрачок фактически непосредственно участвует в процессе зрения, потому что он меняет количество поступаемого света в глаз, то есть либо увеличиваясь, либо сужаясь. И самая важная часть, наверное, зрительной системы это сама сетчатка. Почему это самая важная часть? Потому что именно она превращает фотоны, поступающие в глаза, в электрические импульсы, которые затем идут в затылочную долю и обрабатываются, и дают вам какую-то картинку. Сетчатка состоит из двух типов светочувствительных клеток. Это конусы и колбочки. В нашей сетчатке примерно 7 миллионов конусов и 120 миллионов колбочек. И конусы, они отвечают за остроту зрения. То есть вот в данный момент вы на меня смотрите, вы меня четко видите, различаете все мои черты. Вы на меня, грубо говоря, смотрите центром сетчатки, ямкой, в которой превалируют конусы. Колбочки же отвечают за светочувствительность. То есть восприятие света и цвета в целом, за это отвечают колбочки. Также, понятное дело, что не все, что вы видите, вы видите четко. То есть в центре зрения, то есть в области ямки, так называемое фавиальное зрение, вы видите четко. Но также существуют области, с которых также поступает зрительная информация, но не такая четко. Это парацентральный пояс и периферийные регионы. О них немного подробнее на этом слайде. То есть, как я и говорил ранее, ямка или фавия дает нам детальное зрение. Чтобы вы понимали, как это все измеряется, вот на нижнем рисунке здесь представлена у нас карта областей зрения. И центральный регион, он занимает приблизительно 5 градусов зрительного угла по левую и по правую сторону от центра ямки. Что такое зрительные углы? То есть представьте себе, что вокруг вас это 360 градусов, и каждый отдельный градус можно записать как градус зрительного угла. Так вот, 5 градусов влево и 5 градусов вправо, это считается наиболее острое зрение. Самое острое зрение, естественно, это примерно 1-2 градуса. Чтобы вы понимали, как это сделать, выставляете вперед большой палец, смотрите на ноготь, это примерно 1-2 градуса вот этого зрительного угла. Это и есть самое острое зрение. Все, что далее от центра. До 5 градусов вы получаете примерно 75-100% остроты зрения. После 5 градусов это резко падает. То есть если вы посмотрите на верхний график, он вам показывает, как острота зрения падает с движением от центра ямки. Также стоит обратить обязательно внимание на физиологическую особенность глаза. Это так называемое слепое пятно, которое находится где-то приблизительно в 12 градусах от центра ямки в сторону носа. Что это такое? Слепое пятно — это место, в котором светочувствительные клетки посылают сигналы в мозг. То есть где-то эти каналы должны входить в мозг, и это происходит именно в слепом пятне. Его тоже можно найти. Это на самом деле очень интересный процесс. Также если вы выставите правую руку вперед, но будете смотреть как бы не на нее, а перед собой, начнете медленно двигать большой палец вправо, в какой-то момент вы перестанете видеть свой ноготь. Вот как только вы его перестанете видеть, значит вы, скажем так, нашли свое слепое пятно. Продолжим. Движение глаз, что, так сказать, мы и изучаем в первую очередь в iTracking, делится на несколько типов. В первую очередь это фиксационные движения, это микродвижения глаз, которые были открыты совсем недавно, когда появились первые камеры, способные записывать движения глаз с высокой точностью. Это тремор, дрифт и микросакады. Я не буду сильно долго про них рассказывать, потому что это просто выйдет за рамки нашей лекции сегодняшней. Если вам будет это интересно, я помогу поподробнее после лекции вам ответить. Стационарные. К стационарным движениям глаз относятся сами фиксации, то есть, соответственно, любая остановка глаза определенной продолжительности будет считаться фиксацией. И, соответственно, взглядосмещающие, к которым относятся макросакады и прослеживающие движения глаз. Также между макросакадами и прослеживающими движениями глаз есть определенная разница, чтобы вы понимали. То есть, эволюционно так сложилось, что у наших глаз есть такая особенность, что если сакады — это баллистическое движение, но иногда нам приходится использовать другой тип движения глаз — это прослеживающее движение глаз. Прослеживающее движение глаз позволяет нам следить за движущейся целью. То есть сейчас можно провести небольшой эксперимент, в чем отличие от сакады. А сакады — это прослеживающее движение глаз. Если я вам скажу смотреть на этот джойстик и резко сдвину его вправо, это будет — вы совершите сакаду. Если я вам скажу следите за мной, и я медленно пойду с этого края в другой край, это будет прослеживающее движение глаз. То есть вы фактически следуете за моими движениями. Эволюционно так сложилось, что нам это нужно. Может быть, вследствие того, что мы хищники охотились на дичь в свое время. Для этого они и появились. Ну а теперь одна, наверное, мне наиболее интересная часть данной лекции — это конкретно сами окулографы. Какие типы бывают окулографов? Ну, в первую очередь окулографы делятся по типу записи движения глаз, по количеству записываемых глаз. Понятное дело, что у людей их больше двух не бывает. Но есть окулографы, которые записывают данные только с одного глаза. Это монокулярные окулографы. Есть окулографы, которые записывают данные с двух глаз. Бинокулярные окулографы. Соответственно, в наше время сейчас используемые окулографы в лабораториях по всему миру, они чаще всего имеют возможность записи обоих глаз одновременно. Или одного в одного. Об этом я расскажу чуть позднее. Но самое основное деление среди окулографов — это на инвазивные и неинвазивные. Какое основное отличие инвазивных от неинвазивных? Инвазивные — это иностранное слово, но, грубо говоря, это подразумевает прямой контакт самого окулографа с телом глаза. То есть это либо какая-то линза, либо какой-то электрод, прикасающийся к глазу. Если такое есть, этот окулограф считается инвазивным. Неинвазивные окулографы делятся на электроокулографы и оптические окулографы. Я более подробно о них расскажу через секунду. Но начнем мы с инвазивных. В свое время, когда я изучал процесс работы инвазивных окулографов, мне это доставляло мурашки по коже, потому что сама идея того, что к вашему глазу что-то прикасается, ну, по крайней мере, не знаю, как у людей, но меня бросает в небольшую дрожь. На первой картинке сверху вы можете видеть пример первого инвазивного окулографа. Здесь, к сожалению, фотографии первого инвазивного окулографа Хью начала 20 века не сохранились, но принцип его работы был достаточно прост. На глаз накладывалась металлическая линза, которая путем системы механизмов присоединялась к, скажем так, к грифелю, который на бумаге фактически регистрировал все движения глаз. Что интересного можно было сказать про эти окулографы? Они были очень точными. То есть вы себе представляете, что любое ваше движение глаз ежесекундно переносилось сразу на бумагу. Но какая была проблема конкретно с этим окулографом? Это был очень болезненный процесс присоединения глаза к самому окулографу. И также появилась проблема того, что так как движение глаз у нас баллистическое, когда я говорю баллистическое, я понимаю, что если вы начали с акаду, ее невозможно прервать до того момента, как она закончится. То есть она не останавливается. И проблема с такими окулографами была в том, что из-за того, что это все-таки металл, прилегающий к глазу, он добавлял свой эффект. То есть при начале движения совершить с акаду было сложнее, при конце движения с акаду было сложнее закончить. Почему? Потому что металлическая линза, она немножко тормозила глаз и усложняла его все движения. Поэтому сказать, что это были очень точные окулографы, нельзя. Также здесь представлены более новые разработки конца 20 века. точнее не конца, а где-то 70-е годы 20 века. Это инвазивные окулографы, которые записывали движение глаз путем наложения металлической проволоки на сетчатку глаза, на роговицу глаза, простите. Внизу на фотографии снизу показан процесс наложения, и эта проволока присоединялась к самому окулографу, который регистрировал движение глаз. Вот эта коробка сверху, она и есть. Электроакулографы. То есть перейдем от страшных инвазивных к более человечным неинвазивным методикам. Электроакулографы используются чаще всего в медицине для изучения патологии глаз. И в первую очередь, как это работает? На кожу вокруг глаз накладываются электроды, и в зависимости от изменения электрических потенциалов на коже вокруг глаз, он регистрирует движение глаз. В чем проблема такого окулографа? Такой, к сожалению, окулограф не может точно сказать, куда именно смотрит человек. Фактически все, что он говорит, это то, что человек двигает глазами. И, используя эти данные, у людей с патологией движения глаз при некоторых расстройствах, психически, допустим, при болезни Альцгеймера, движения глаз меняются и не похожи на движения глаз нормального человека. Самое, наверное, распространенное на данный момент и наиболее часто используемое в науке, в той же психофизиологии, это оптические окулографы, которые, в первую очередь, естественно, неинвазивны, во вторую очередь, они позволяют записывать и анализировать движение глаз в настоящее время. Как работает данная методика? Раньше, естественно, когда не было ламп инфракрасного света, использовались обычные фонари. То есть фактически вам в глаз направляется луч света, который отражается от роговицы, как я уже говорил ранее, роговица. Почему нам интересно? Потому что она отражает от себя свет, и это так называемое одно из отражений пуркинье, отражение от роговицы. И инфракрасный свет, поступающий в ваш глаз, отражается от зрачка и от роговицы, записывается специальной видеокамерой, которая затем переносит его на компьютер, где в реальном времени анализируется положение вашего глаза. Положение глаза зависит, соответственно, от соотношения центра зрачка по отношению к положению вот этого отражения пуркинье. То есть, соответственно, как только вот так вот окулограф, вот как на нижней и правой фотографии окулограф видит ваш глаз именно так, то есть красный крестик и его положение относительно белого крестика. Вот несколько видов оптических окулографов. В первую очередь они, естественно, делятся на портативные и непортативные. Вот верхний ряд представителей непортативных, так называемых настольных окулографов. Окулограф слева, это достаточно простая модель, используемая в изучении движения глаз детей. Окулограф справа представляет, чаще всего, как вообще выглядит настольная установка. У вас есть лэптоп, на котором установлено программное обеспечение самой камеры, который в реальном времени анализирует поступаемую информацию. И у вас есть экран для предъявления стимулов. И в зависимости от положения вашего глаза на экране, айтрекер в реальном времени вам говорит, что происходит с глазами. В нижнем ряду вы видите представителей портативного семейства окулографов. Они чаще всего используются в различных исследованиях спортсменов. То есть, допустим, несколько лет назад было очень известное исследование футболистов, в которых проверялось, как ведут себя профессиональные футболисты на поле, и как это взаимодействует. Грубо говоря, куда смотрят профессиональные футболисты во время игры. В этом исследовании принимал участие Кристиану Роналду. Если кто-то любит футбол, может быть, будет интересно почитать об этом исследовании. Ну а в целом, конечно, основное применение данной методики портативных окулографов — это в области маркетинга. То есть запускается человек в таком специальном окулографе в магазин и изучается потом, куда он смотрит и для чего. В моей лаборатории в департаменте психологии я использую iLink 1000+. Это один из новейших окулографов, также, естественно, неинвазивный видеоокулограф. Он позволяет записывать движения глаз до 2000 кадров в секунду. То есть вы себе представляете, что каждую секунду записи глаз у вас 2000 кадров. И, соответственно, это позволяет изучать самые микродвижения глаз, которые, допустим, раньше из-за того, что окулографы не были такими, скажем так, крутыми, изучать их было нельзя. Ну, перейдем к процессу эксперимента. Как вообще это происходит? Что подразумевается использование окулографии, айтрекинга в своем эксперименте? И начнем мы с такой точки, что мы уже придумали эксперимент, и мы поняли, что нам нужен окулограф, мы его обязательно используем. Что и как мы с ним будем делать? На примере, естественно, нашего лабораторного айтрекера. То есть в первую очередь у нас процесс делится на несколько ступеней. Сначала мы настраиваем сам окулограф, калибруем камеру, записываем какие-то данные, собираем их, определяем, какие виды данных из всего записанных нас интересуют, и затем проводим какой-то анализ, первостепенный, второстепенный и так далее. Все начинается с настройки. Вот так вот выглядит интерфейс, рабочий интерфейс окулографа iLink 1000+. Здесь мы можем, буквально вот так вот сама камера видит ваш глаз. То есть в черно-белом цвете отражение, то есть белый большой крестик и маленькая желтая точка, их соотношение высчитывается в реальном времени и говорит о позиции глаза на мониторе. Здесь можно переключать различные режимы, скорость записи, количество получаемой информации. Затем происходит процесс калибровки. В процессе калибровки мы, грубо говоря, так как все люди разные, кто-то повыше, кто-то пониже, у кого-то глаза посажены уже, у кого-то шире. Камере надо дать понять, где находится глаз в определенный момент. То есть ему надо понимать, что если у вас монитор с разрешением 1024 на 768, камера должна понимать, когда вы смотрите в левый верхний угол, когда вы смотрите в правый нижний угол. Для этого производится процесс калибровки. Здесь вы видите, зеленые циферки показывают отклонения между двумя калибровками. То есть вы сначала делаете калибровку номер один, потом делаете калибровку номер два. И в зависимости от того, насколько совпадают эти два крестика, вам машина говорит, что я поняла, куда человек смотрит в данный момент. Затем в процессе эксперимента, здесь, допустим, представлен пример эксперимента по чтению. То есть человек читает какой-то текст и записывается в реальном времени его движение глаз. Здесь мы можем в реальном времени наблюдать. Вот желтая точка, она показывает нам положение глаза на тексте в прямом эфире. Кроме этого, мы можем не только смотреть, куда человек просто смотрит, но мы также можем посмотреть на какие-то определенные физические данные. То есть с какой скоростью совершена сакада, как долго продлилась фиксация и так далее. Так какие же данные мы можем получить? Естественно, записав глаза, мы должны понять, что нам нужно из них конкретно извлечь. В первую очередь, естественно, ученые изучают фиксации по нескольким параметрам. Естественно, по всем я не буду проходиться, но в общем мы смотрим, есть общее количество фиксаций. То есть если человек фиксируется на объекте слишком часто по сравнению с таким же стимулом, но с другим стимулом, можно делать какие-то выводы на этой основе. Подразумеваю, что если человек слишком часто фиксируется на объекте, наверное, ему этот объект либо интересен, либо он оттуда получает максимальное количество информации, либо ему сложно с этим объектом работать. Здесь, допустим, на картинке с правым нижним углом мы видим вариант вывода этих данных. Это так называемая тепловая карта фиксаций, где чем ярче цвет, тем больше фиксации там происходило. То есть красный цвет показывает, что именно при просмотре этой фотографии именно на маяке и на доме слева происходило наибольшее количество фиксаций. Также мы в своих исследованиях анализируем сакады. Сакады дают нам информацию из информации о сакадах, из их скорости, из их пиковой скорости, из точки старта и точки конца можно делать определенные выводы по поводу того, ну, допустим, при предъявлении стимула, куда человек посмотрел в первую очередь, куда была совершена первая сакада, насколько быстро она была проведена, потому что если сакада была проведена очень быстро, соответственно, это может нам говорить о том, что стимул вызвал наибольший интерес, и на него среагировал человек сильнее. Здесь примеры двух исследований чтения. Мы видим карту сакады фиксации наверху, где кружочек отвечает, соответственно, за фиксацию и прямая линия за сакаду. То есть вы видите при прочтении, как человек фокусируется на тексте. Интересность этого исследования заключается в том, что в данном исследовании ученые пришли, по результату анализа данных, ученые пришли к выводу, что люди не всегда фиксируются на словах, что на самом деле кажется немножко странным, потому что нам же важно получать информацию о слове, наверное, прочитать его надо, но мы слова не читаем, нам достаточно для понимания слова первой и последней буквы. И как я вам уже говорил, так как у нас острота зрения очень хорошая на протяжении от минус пяти градусов до плюс пяти градусов, то есть в десятиградусный промежуток мы получаем очень много информации, нам не обязательно смотреть на само слово, чтобы понять, на какую букву оно заканчивается и на какую букву начинается следующее. Поэтому люди останавливают свои глаза между словами. Также в исследовании снизу мы можем видеть, что происходит с человеком, когда, допустим, он не понял слово. То есть происходит так называемая регрессионная сакада. То есть человек читает текст абсолютно автоматично, но тут что-то происходит, что-то привлекает его внимание. Допустим, он не смог, либо было слишком сложное слово, либо в слове была допущена ошибка, либо допущена ошибка, и человек совершает так называемую обратную сакаду для повторного прочтения этого слова. Также одним из самых интересных для исследователей так называемого юзабилити, то есть юзабилити исследования, это исследование, которое используется для понимания того, насколько человеку легко взаимодействовать с тем или иным объектом, будь то пульт от телевизора или будь то веб-сайт. Там чаще всего используется путь сканирования. Путь сканирования — это, скажем так, это карта всех сакад и фиксаций, произошедших на данном объекте. Допустим, вот на веб-сайте вы можете посмотреть, что происходило, куда смотрел человек при изучении этой веб-страницы. Как видите, исходя из этого, можно сказать, что левый нижний угол этой веб-страницы абсолютно никакого интереса для человека не представляет. Также из пути сканирования можно делать выводы о продолжительности фиксации, о продолжительности сакад, и об интересе подопытных к определенным областям веб-сайта. Как же мы можем просмотреть данные? На лабораторном iTracker, который используем мы, данные можно посмотреть в специальной подготовленной программе, которая, как вы видите здесь на примере данного замечательного города, если мне не изменяет память, это Сан-Франциско. Человеку предъявляется стимул. Мы эти данные собрали. Как нам их изучать? Естественно, просматривать видеозапись движения глаз мало что нам скажет. Но вот просматривать видеозапись порождения сакада фиксации вызывает большой интерес в научных кругах. Здесь в данном интерфейсе мы можем, из данного интерфейса мы можем извлечь информацию касаемо сакада фиксации абсолютно на любом уровне. Мы можем извлечь информацию о количестве сакада, их продолжительности, о количестве фиксации, эхо-продолжительности и так далее. Также используются так называемые области интереса. Вы видите, допустим, на рисунке втором слева веб-сайт разделен на несколько областей интереса по цветам. И на основе этого мы можем сравнивать между собой эти области. И это дает нам понимание о том, почему одна область интереснее другой и так далее. Также здесь представлены примеры карты сакада фиксации. Ну и напоследок я бы хотел вам показать примеры нескольких исследований. Естественно, самое знаменитое ярбусовское исследование. Как меняется изучение картины не ждали в зависимости от поставленной задачи человека. То есть на картине слева мы видим карту сакада фиксации в результате данного задания. То есть оцените возраст участников происходящего. Как видите, в основном люди фокусируются на лицах людей. То есть из этого они делают вывод, что если человек старше, моложе и так далее. На второй картинке, при том, что это та же самая картина, задача уже стоит абсолютно другая. И если мне не изменяет память, эта задача была оцените взаимоотношения между женщиной в центре картины и мужчиной слева. Как видите, большая часть времени фокусировалась на женщине и на ребенке. Исследование Миротех. Одно, наверное, из самых популярных исследований международных, проведенная компанией Миротех. Это международная лаборатория с центрами во Франции и в Бразилии и так далее. Они тестировали людей по всему миру и задавали им один простой вопрос. Они им показывали картинку фотомодели и просили их изучить ее. Название исследования достаточно говорящее. Исследование в переводе на русский называется «Все мужчины извращенцы, а женщины авантюристы». О чем это нам говорит? Вот на этой картинке нам представлены результаты изучения тепловых карт взглядов мужчин и женщин. И, как видите, на 40% мужчины больше смотрят в область груди. Но на основе этого они сделали вывод, что мужчинам гораздо более интересно изучать физическую составляющую женщин. Когда эта же модель была показана женщинам, женщины большую часть времени, больше чем мужчины, примерно в 70% случаев, фокусировались на наличии кольца на безымянном пальце на левой руке вот этой женщины. Что нам говорит о том, что женщины в первую очередь больше волнуют наличие соперничества в каком-то взаимоотношениях с женщинами. Но чтобы мы не думали, что, скажем так, продолжая тему извращенства среди мужчин, как бы я сам мужчина, и я вас сразу предупреждаю, вы сильно не беспокойтесь, это, скажем так, это наука. Исследование Роуэлла и Пауэлла в 2007 году показало, что при изучении фотографий мужчин, мужчины, кроме того, что так же, как и женщины, смотрят на лицо, то есть изучают ширину плеч, изучают лицо соперника, они также изучают и паховую область соперника. И на основе этого Роуэлла и Пауэлла предположили эволюционное происходящее, потому что у обезьян происходит то же самое. Обезьяны для внушения, скажем так, страха сопернику раздвигают ноги и показывают, как говорится, свои мужские достоинства. То же самое нам говорят и исследования Роуэлла и Пауэлла 2007 года. И это все, что я хотел вам сегодня рассказать. Спасибо за внимание, и я с удовольствием послушаю ваши вопросы. Поднимайте, пожалуйста, руку. Вот молодой человек здесь. Здравствуйте. Спасибо за интересную лекцию. Что можете сказать насчет самодельных айтрекеров? Есть ли перспективы, как собрать и… Понял ваш вопрос. Особенности камеры, какие необходимы для этого? Ну, смотрите, все зависит, во-первых, от ваших целей. Если вы планируете изучать микродвижения глаз, допустим, юзабилити веб-сайтов, но самая сложная часть будет не записать глаза, самая сложная часть будет эти данные сопоставить с тем, что вы показываете участнику, и соединить тайминг, и затем как-то это вывести в карту саката фиксации. То есть, допустим, глаза вы записали, вы знаете, куда человек смотрел, но как это все объединить, как провести эту карту саката фиксации, это будет самый сложный вопрос. То есть вам надо в первую очередь задуматься… Потому что подойдет любая камера, в принципе. То есть если вам нужна просто… Естественно, нужна инфракрасная камера, если вы будете использовать методы, как используется, допустим, в iLinx, которые используются чаще всего сейчас. То есть это отражение Пуркинье, соотношение отражения Пуркинье с центром зрачка. Самое сложное будет вытащить эти данные и перенести их на какой-то логичный… На тот же рисунок, допустим, веб-сайта и понять, что происходило. В принципе, возможно, реально… Но я вам сразу скажу, допустим, центр, который выпустил машину, вот этот iLinx 1000+, это целый инженерный комплекс. То есть это несколько сотен сотрудников, PhD, которые работают над изобретением, над постройкой такой серьезной машины. В принципе, возможно, но я думаю, это достаточно сложный процесс будет. Камера используется… В принципе, для юзабилити-исследований подходит камера с частотой съемки 60 Гц. То есть 60 кадров в секунду будет абсолютно достаточно для каких-то… для логичных выводов в юзабилити. Такие чаще всего там используются 60 Гц. Добрый день. Спасибо за лекцию. Можешь немного поподробнее про айтрекинговые исследования в области нейромаркетинга? Так, в области нейромаркетинга. Ну, скажем так, я… Во-первых, нейромаркетинг не моя область, поэтому сильно много про нейромаркетинг я вам рассказать не смогу. Вообще используются такие айтрекеры, в первую очередь, в том же исследовании юзабилити, то есть в том, как человек воспринимает представленный ему стимул, будь то компьютер, не знаю, как я говорил, пульт и так далее. Чаще всего в нейромаркетинге используются айтрекеры для изучения поведения покупателей в магазине. То есть на что человек обращает внимание, какие продукты его интересуют, какие нет. Грубо говоря, где на полке находится самая выгодная позиция, чтобы продать продукт. Это вот из того, что я знаю, за это могу точно сказать. А больше шире про нейромаркетинг, к сожалению, не могу сказать. Давайте, отдадим с балкона, потом сюда, слушаю. Здравствуйте. Давайте сначала я задам вопрос, а потом отдадим на балкон. Спасибо за лекцию. Вопросы, были ли проведены подобные эксперименты с животными? То есть исследовали ли животных, на что они смотрят, были ли какие-то интересные выводы из этого сделаны? Еще один будет вопрос. Хорошо, значит, отвечая на первый вопрос, честно говоря, я не знаю, исследовались с помощью айтрекинга животные, потому что проблема с исследованием айтрекингом животных это то, что, скажем так, поведение животного в условиях, то есть, скажем так, человека посадить за компьютер и зафиксировать его голову, сказав ему, пожалуйста, не двигайте голову, еще как-то можно, но реально, допустим, заставить там обезьяну или там собаку неподвижно сидеть и смотреть в камеру. То есть, по крайней мере, те айтрекеры, которые используются, допустим, в нашей лаборатории, в них я не вижу возможным изучения движения глаз животных. Плюс, так вы понимаете, у животных своя анатомия глаза, то есть у них немного по-другому работает глаз. Наверное, если есть особые айтрекеры, которые записывают, которые сделаны конкретно под животных, такие исследования есть, но я таких не знаю, к сожалению. А вы рассказывали, что смотрели, изучали, куда Бэхон смотрит во время матча, его же тоже не сажали за компьютер. Нет, 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 понимаете, все-таки Роналдо, он человек, это первое. И, во-вторых, использовался у него переносной айтрекер, то есть это были специальные очки, подсоединенные к ноутбуку, да. И он как бы бегал в очках, в которых были встроенные камеры, которые работали по этому же принципу, то есть отражение инфракрасного света от зрачка и соотношение с центром зрачка. И это возможно сделать. Но с животными я просто таких исследований, честно говоря, не знаю. Хорошо. Наверное, возможно, да. Второй вопрос, да. Какая стоимость оборудования, диапазон цен? Все зависит, во-первых, от того, для чего вам конкретно нужно, но самые дешевые айтрекеры, которые я видел в своей жизни, стоят порядка 100 долларов. Это чисто панелька, которая подсоединяется либо к смартфону, либо к ноутбуку, устанавливается в специальное программное обеспечение и записывается движение глаз. Но подробностей каких-то больших об конкретно миллисекундных движениях глаз вы, к сожалению, понять не сможете. Оборудование, которое установлено в нашем центре, стоит порядка 40 тысяч долларов. Просто потому, что самая дорогая часть это, естественно, сама камера. Потому что записывать 2000 кадров в секунду может не каждая видеокамера. И в вторую очередь, конечно, все зависит от производителя. Ну, от 100 до 50 тысяч долларов примерно вот такой вот размах. И все, еще раз говорю, все зависит от того, конкретно на что вы хотите смотреть, что вы хотите изучать. Для юзабилити исследований подходят самые простые трекеры. Для более сложных вещей, допустим, изучения, чтения, изучения микродвижений глаз уже и, соответственно, нужно подходящее оборудование. Давайте сейчас два последних вопроса. Ну вот, наверху там молодой человек. У меня такой довольно интеллектантский вопрос. А вообще, может ли человек двигать глазами не по прямой? Вот тут везде были такие, ну вот, где следы, все мелкими-мелкими отрезками. А по кругу можно? Немножко не помню. Вы имеете в виду круговые движения глаз? Ну, поймите, это... Это там такой многоугольник. Смотрите, я понимаю, вопрос я по вас понял. Все равно есть, грубо говоря, два типа именно движений глаз. Есть сакады, есть плавное прослеживание. То есть фактически любое круговое движение, это будет череда сакады фиксации только по кругу. Вот. Понял. Спасибо. Как помогают ваши исследования для людей, которые носят контактные линзы и очки? Хороший вопрос. Замечательный вопрос вы мне задаете. На самом деле, я вам, откровенно говоря, я не могу точно сказать, как они конкретно помогают людям, но в первую очередь они нам говорят, как отличаются движения глаз у людей, у которых зрение, скажем так, испорчено, от людей, у которых зрение нормальное. Ну, я могу сказать точно, что в самих экспериментах мы можем тестировать людей, которые носят очки и контактные линзы, потому что данное оборудование, оно позволяет, скажем так, позволяет настраивать технику так, чтобы она понимала, что вот либо человек в очках, либо в линзах. То есть, допустим, ограничений в экспериментах нет такого, что если у вас очки, вы не можете в айтрекингом эксперименте принять участие. Но конкретно о том, как оно помогает, я честно могу. Ну, как я и говорил, допустим, электроакулография используется для диагностики каких-то заболеваний. То есть, возможно, так как движение глаз человека, у которого зрение немножечко хуже, стандартного, среднего, оно отличается от движения глаз человека здорового. И, соответственно, исходя из этого, можно, грубо говоря, сделать вывод, что сидит перед нами человек, у которого стопроцентное зрение или у которого не стопроцентное зрение. Как-то так. Ну, давайте, наверное, теперь скажем Михаилу спасибо. 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 Спасибо.